Вселенная Бластера Вселенная Бластера Эй, Мел! Я компьютерный домашний питомец Мы летим к Омеге Омега-мега-мега Ведь это мощный взрыв Омега-мега-мега Вселенная Бластера Мощный-мощный взрыв Вселенная Бластера Слишком слабый мозг Чем сегодня займемся, Бластер? Тем же, чем и всегда, Джесси Остановим какого-нибудь злодея, который хочет подчинить себе Вселенную Ай! Ну или в футбол может поиграть Прошу прощения Ну что ж, продолжим Ребята, не хотите взять еще двух игроков? Двоих? Вторая она, что ли? Что? Да, что? Ну, она же... Ну ты же знаешь! Да! Она даже не умеет играть! Да ладно вам, ребят! Это чепуха! Я имею в виду, что она совсем не инопланетянка! Нет! Она инопланетянка! Все девчонки инопланетянки! А мы не играем с инопланетянами! Да! Она девчонка! Я совсем забыл! Эй! А что это меняет? Вы, ребята, в каком веке живете? Не обращай внимания, Бластер! Они просто боятся, что я быстрее их! Да, конечно! Точно! Здорово, Забелло! Молодец! Ничего себе! Где ты научилась так играть в футбол? На Омеге все девчонки играют в футбол! На Омеге? Это еще что? Где это? Эмм... Это столица Небраски. Большой футбольный город. Ты можешь играть с нами, когда захочешь, Джесси! Ну, вообще-то, она вас научила тому, что нельзя недооценивать кого-то только потому, что она девчонка. Я поняла, что не стоит думать, что все мальчики отлично играют в футбол, потому что вам, ребята, это с трудом удается! Иногда ваша планета кажется мне скучной, Бластер. Это на первый взгляд, Джесси. Иногда где-то здесь могут прятаться межгалактические существа. Может, там? Ага! Что это? Я не знаю, может быть, это какой-нибудь инопланетный монстр? О, это всего лишь Мэл закапывал кость. Я должен вам сообщить, что несмотря на то, что я космический робот, я не обязательно должен заниматься только космическими делами. Иногда я хочу вести себя как обычный пёс. Увидимся позже. Почему бы нам не отправиться на Омегу и не посмотреть, чем занят мой папа? Да, это будет гораздо интереснее, чем всё это. Увидимся позже. Привет, дети. О, да. Как дела? Нет, уничтожение одной из лун Продониуса не обсуждается. Я понимаю, что это важная стратегическая операция, но Продониусу нужны все его луны. Я сейчас вернусь, детка. Нет, я не позволю вам реконструировать звезду судьбы. Вау, похоже, что у вас много дел, командир. О, да, ты прав, Бластер. Кто тут у нас? Во имя Синей Звезды, посмотрите сюда. Сегодня я должен присутствовать на двух церемониях, и обе состоятся в одно и то же время. Но я же не могу быть в двух местах одновременно. Я не Адвианец. Почему ты не просишь нам за помощь? Я могу представлять твоё имя. Родная, я уверен, что ты можешь помочь. Но я не могу обещать, что вам там будет интересно. Мы не возражаем. Не возражаем? Только если тебе интереснее наблюдать, как Мэл закапывает кости. Должен сказать, Билл, что вы даже не пробовали это делать. Я... Мы не возражаем. Ну что ж, в таком случае назначаю вас моими амегианскими официальными представителями. Вся нужная вам информация хранится на жёстком диске. И, пожалуйста, держитесь подальше от неприятностей. Боюсь, что это маловероятно. Церемония, на которой мы будем присутствовать, это открытие нового межпланетного моста. Но по календарю в этот день также состоится солнечное затмение. Да ты что! Открытие моста и солнечное затмение назначены на одну дату. Что может быть скучнее? Скорее, нет ничего более скучного, чем твой метод вождения. Что ж, согласно карте, мост должен быть здесь. Вот это мост. Если быть более точным, то это самый длинный мост всей галактики. Он был построен в честь тысячелетнего мира между планетами Туги-туги и Луки-луки. Это значит, что на открытии будут присутствовать жители обеих планет и также их лидеры. Ничего себе! Планета Луки-луки просто волшебная. Здесь всюду пахнет свежеиспеченным хлебом. Добро пожаловать на Луки-луки. Ваш визит для нас большая честь. Шикарная прическа, Ваше Величество. Само собой. Если вам понадобится шампунь или кондиционер или другая продукция для волос, просто дайте мне знать, и мои люди вам помогут. Джиз, давай посмотрим, что на планете Туги-туги. Может, она не менее впечатляющая. Здрасте, мы с Омеги. Прибыли на церемонию. Добро пожаловать на Туги-туги. Мы надеялись обсудить с правителем Омеги строительство моста. Ну, он просил передать вам своё почтение, но... Ой, пожалуйста, не ешьте нас. Дипломат из тебя никакой. Тише, Смарки. Ты зачем? А, Мосте, мы боимся что? Мы тоже боимся. То есть, я имел в виду... Не бойтесь, мы сейчас пойдём и посмотрим. А вы пока будьте здесь. Будем держать вас в курсе. Давай выбираться отсюда, Джиз. От этого места мурашки по коже. А пахнет здесь так, будто вчера планета неожиданно потухла. Похоже, что на открытии моста собрались все самые влиятельные правители Солнечной системы. Я не могу отделаться... Монстр. Ну, пожалуйста, всего лишь один монстрик. Сомневаюсь, что ты сможешь отыскать его в этой толпе. Бинго! Цифроид! Да, присутствие цифроиды на мероприятии может означать большие проблемы. Цифроиды, поставщики мороженого, они все только на цифрах помешан. И на захвате галактики. Вообще-то, процесс изготовления мороженого нуждается в точных расчётах. Ведь мороженое — это смесь таких продуктов, как молоко, сахар, фруктовые наполнители. Все ингредиенты смешивают и взбивают при особой температуре, при неправильных подсчётах. Количество продуктов, температура или мощности в результате может получиться совсем не мороженое. Уверен, что именно этот цифроид присутствует здесь совсем не из-за мороженого. Давайте проверим. Я так и думал. Центр управления с ловещими фургончиками с мороженым. Выглядит гораздо меньше, чем снаружи. Смотрите, цифроид! Отнесите это к объединяющему мосту. Скоро я получу власть над всем этим. Вся церемония будет проводиться в центральной части моста. Вам нужно будет ждать сигнала. Сигнал — это момент разрезания ленты ножницами. Как только лента будет разрезана, одна из случайных деталей моста распадётся, что приведёт к разрушению всего моста. Это будет катастрофа! Не знаю, что он задумал, но это явно что-то опасное. Если это вообще от него зависит. А фургоны с моими радужными мороженками, которые будут распространяться по всей галактике, помогут мне стать полноправным правителем всей Солнечной системы. Ох, голова болит от ратужного мороженого. Так значит, цифроид планирует разрушить мост. Но как? Мы должны предупредить лидеров стран, что они в опасности. Быстрее! Все уходите с моста! Он неисправен! Нет времени! О чём вы говорите? Совсем новый мост, он не сломается! Эй, то, что мы всего лишь дети, не значит, что... Какой примитивный этот землянин! Это что-то вроде зоопарка. Осторожнее, у них... Удар! А как ты попал в космос, мальчик? Собрал ракету из кокосов? Ха-ха-ха! Очень смешно! Как цифроид собирается воплощать свой замысел? Мы должны узнать, кто ещё за этим стоит. Только вонючки согласятся помогать цифроиду. Точно! Вонючки! Жители планеты Туки-Туки! Я знал, что есть в этих ребятах что-то подозрительное. И совсем не их планета. Скорей, надо вернуться на планету Туки-Туки. Они точно что-то замышляют. Вопрос, что именно? Что-то нехорошее. Разве этого мало? Нужно их остановить. Эм, эм... Бластер, по моим подсчётам, если они, конечно, верные... С парки сидеть! У них есть парки, кто бы он ни был! Посмотрим, Мэй, ду ли я что-нибудь полезное здесь. Вот, теперь у меня есть план! Я не уверен, Джиз. Не переживай, Бластер. Ты очень похож на правителя Туки-Туки. Ты пахнешь точно так же. Мэл, чем ты меня обмазал? Вот этим синим сыром с плесенью, который я взял на праздники. Почему ты ещё не готов? И ты что, что-то наступил? Я нашёл кое-что интересное для всех вас. Это будет полезно для нашей миссии. Следуйте за мной. То есть... Следуйте за мной. Это рядом. Странно, мы не двигаемся. Думаю, это во что-то новенький вляпался. Попались! Сработало! Но зачем тебе вообще бутылка сиропа понадобилась в бластолёте? Ну, ты никогда не знаешь, когда тебе захочется приготовить блины или приклеить к земле жабоподобных инопланетян. В каком смысле? Последи за Туки-Тукицами, а я пока проверю, что там с цифроидом. Итак, я думаю, вам стало интересно, как я вычислил, что именно вы сообщники цифроида. Мы сообщники цифроида. Мы собирались остановить его. Он хотел, чтобы мы использовали непрочные тросы, предстоит из-за объединяющего невестного навесного моста. И мы отказались. Навесной мост? Навесной мост – это сложная инженерная конструкция. И если тросы навесного моста натянуты слабо, то... Ну, подожди-ка. Если цифроид не сотрудничает с Туки-Тукицами, то... Вот теперь наступил момент, когда мы больше не можем следовать нашему плану. Это очень плохо. Они оказались милыми ребятами. Хотя им не помешало бы ванну принять. Не могу поверить, что это жители Луки-Луки заодно с цифроидом. Это они помогают ему разрушить мост. Парадоксней, правда ли? Несмотря на то, что Туки-Туки выглядят мерзко, они неплохие ребята. В то время как милые создания оказались злодеями. Ох, я всегда знал, что не стоит судить о ком-то по его внешности. Хорошо. Ладно, я ошибся. Проблема в том, что осталось очень мало времени. Мы должны предотвратить разрушение моста и спасти правителей галактики от гибели. И здесь и тоже. Цифроиды и след просты. Надеюсь, он сбежал еще до того, как мы раскрыли Туки-Туки. Скоро не станет ни одного правителя. И моя империя станет великой. Это так вкусно. Зубам холодно. Очень жаль, что этот землянин и его собачка помешали Туки-Туки вмешаться. Как только ленту разрежут, тросы ослабнут, и мост рухнет. И все гости... Вместе с ним! Подожди-ка. Это дочь правителя Омеги. А где сам правитель? Дочь пришла вместо отца. Ее вес гораздо меньше. Подсчеты неверные. Нужен план! Вообще-то мой вес 173 фунта. Так было и в колледже. Ну, может, я немного поправился, но... Нет, нет. Это прекрасно. 173 фунта. Это как раз то, что мне было нужно. То, что нужно! Мы должны как-то пройти мимо стража. Бесполезно. Мы никогда не пройдем мимо зеркал незамеченными. Зеркала! Хорошо, Мэл. Пора браться за дело. Прошу прощения. У вас кончик одного волоса сечется. Что? Где? И у вас, сэр, блеск волос на левой стороне головы ярче, чем на правой. Что? Вы с ума сошли? Говорю же вам, я не вижу, свет не подходит. Нет, нет. Сейчас же затмение. Не лучше ли будет подвинуть зеркала ближе к окнам? У нас есть всего секундная вспышка. Да, Мэл. Световое шоу начинается. Поехали! Теперь намного хуже, да? Мы на месте. Вот и лидеры. Эй, что это? Цифруэд и правитель Луки-Луки делают вместе. Правитель Луки-Луки не может присутствовать на таком празднике, да? Да, это стыд, это преступление. Эй, меня подождите. Ой-ой, кажется, мы не тех инопланетян обезвредили. Я нигде не могу найти Джесси. Клинту скоро разрежут, времени совсем нет. Быстро! Уходим все с моста, он скоро рухнет. О, нет, снова ты. Меня слышно? Раз, раз, раз. Что ж, хорошо, объявляю объединяющий мост Туки-туки и Луки-Луки открытым. Так что вы там говорили, мистер гениальный инопланетянин? О, всё идёт хорошо, хорошо. Всё по плану, как же это прекрасно. Скоро я стану единственным правителем Солнечной системы. Сломанный мостик падает, падает, падает. Сломанный мостик падает, а сам цифроид. Гений! Держитесь, ребята! Это Джесси и Туки-туки. Они используют какой-то спрей, чтобы укрепить тросы. Ура! Ура! Джесси, как ты узнала? Когда я увидела с Фрейда вместе с королём Луки-Луки, я поняла, что мы не тех парней назвали плохими. Чем они укрепляют тросы? Чем же ещё? Лаком для волос Луки-Луки. Эта штука укрепит всё, что угодно. Я думаю, что пора цифроиду получить то, чего он заслуживает. О, чёрт! Что-то пошло не так! Все подсчёты неверные! Единственные верные цифры — это твой пароль на компьютер и цифроид. Твой план не сработал. Вы забыли про моих стильных друзей. Луки-Луки, взять их! Ты отдал весь наш лак для волос жителям Туки-Туки? Вообще-то, это было что-то вроде предложения. Но они отказались и... Что ж, сейчас мой план рухнул. Но я доберусь до вас! Счастливо оставаться! Я думаю, что его подсчёты, правда, были не совсем точными. Это потому, что он не ожидал, что придём мы и спасём праздник. Девушки отдыхают Но мы ничего не получили. Мы были так глупы. Так глупы. Я также хочу извиниться за своё пренебрежительное отношение к тебе и за твоей внешности. Ты неплохой парень. И вы нас тоже простите. Мы посчитали вас плохими. И думали, что это вы способны устроить такое. А как вы выбрались из половушки? Это нас нашёл Спарки. Он меня очень любит. Спарки? А, не бойтесь. Спарки милачка просто, пока не помещается в дом. И прошу прощения за этот запах. Увидимся позже, Спарки! Спарки милачка. 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 Продолжение следует...